Здравствуйте! Я Ленлицкая-Пахомова. Это механизм действия. Главная фраза этой недели принадлежит президенту Майе Санту. О запрете георгиевской ленты букв Z и V она сказала следующая цитата. Место этих символов рядом с другими варварскими символами разрушения и смерти на свалке истории. Честно скажу, мне, как и многим в этой стране нет никакого дела до латинского алфавита. Да хоть все буквы повычеркивайте и приедите на иероглифы. А вот с георгиевской лентой сложнее. Президент считает, что лента не является символом прошедшей 77 лет назад войны. Ну что ж, согласно букве закона мы представим другую точку зрения. Об этом и не только. Нынешний выпуск. Начинаем. Со свалки истории в сюжет. Когда и где появилась то ли георгиевская, то ли гвардейская лента. Ленту, кстати, не покажем. Только награды. Пара дней на Мкету Молдова спешит в Европейский Союз. Кому стадион? Конечно, Соединенным Штатам. Правительство отдает народную собственность, а столица вопрошает граждан. Стоит ли это делать? Как вы помните, Молдова получила анкету для прохождения очередного этапа на вступление в Евросоюз. Председатель парламента Игорь Гроссу сообщил, что ответы на вопросники Европейской комиссии будут представлены в ближайшие дни. Анкету заполняет одновременно несколько ведомств. Спикер со своей частью уже справился. Сотрудники парламента описали, как устроен парламент, как он работает, какова внутренняя система, сколько в нем членов, политическое представительство и кое-что другое. Игорь Гроссу говорит, что мы находимся на продвинутой стадии. Сейчас пишется в Сянкета. Ранее те же сроки, дни, а не недели, озвучила премьер Наталья Гаврилеца. Одно но. Власть не спешит с представлением содержания опросника широкому кругу жителей страны. Вроде бы нашу судьбу решают. Как минимум, интересно знать, что там пишут. Ну, привыкайте к демократии. О других событиях хватящей недели наш обзор. 20 апреля правительство приняло решение продлить режим чрезвычайного положения на 60 дней. Изначально ЧП было введено 24 февраля из-за боевых действий на Украине. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, военные действия на Украине продолжаются уже более 50 дней, а четких прогнозов улучшения ситуации нет. Переговоры между сторонами конфликта не приносят результатов. В этих условиях возможно резкое ухудшение ситуации. Это серьезно влияет на безопасность в регионе. Согласно имеющейся информации, военные действия перемещаются на восток Украины. Также есть риск, что они затронут юг страны Одесскую область, которая находится в непосредственной близости от границ Молдовы. После правительства решение о введении чрезвычайного положения или его продления одобряет парламент. Среди ограничений на этот период запрет собраний и манифестаций. Акционерное общество Молдова-Газ перечислило публичному акционерному обществу Газпром 69 миллионов 500 тысяч долларов США. Это оплата за поставки природного газа в марте-апреле текущего года. Председатель правления акционерного общества Молдова-Газ Вадим Чабан отметил, что несмотря на негативные тарифные отклонения, необходимую сумму удалось сформировать за счет поступлений от потребителей за март. Компенсации правительства в размере 335 миллионов лев, перечисление от предприятий топливно-энергетического комплекса. Важным фактором стало снижение объемов энергопотребления в силу благоприятных погодных условий. На республиканском уровне может пройти референдум о придании русскому языку статуса второго государственного в Молдове. Идею озвучил на заседании Народного собрания Гагаози депутат Виктор Петров. Он отметил, что нарушением элементарных прав человека является тот факт, что чиновники выбирают, на каком языке ему общаться с гражданином, а не наоборот. В свою очередь, спикер Народного собрания Дмитрий Константинов отметил, что в Гагаузской автономии существуют реальные многоязычия. Речь идет о гагаузском, государственном и русском языках. В среду фасад здания бывшей гостиницы «Националь» в Кишиневе был раскрашен в цвета, запрещенные в Молдове георгиевской ленты. Полиция установила личность хозяйки здания и побеседовала с ней. Та заявила, что не имеет претензий к активистам, перекрасившим фасад, и не возражает против того, что принадлежащее ей здание выкрашено в черно-оранжевые цвета георгиевской ленточки. Виновные не оштрафованы, так как на момент проведения акции изменения, внесенные в законы символики, не были опубликованы в государственных СМИ. Ранее фасад уже был выкрашен в цвета украинского флага. В третий раз гостиницу раскрасили уже государственные службы. Оранжевые полосы запрещенной ленты были заменены на черные. На этой неделе решалась судьба республиканского стадиона в Кишиневе. Ну, правда, судьба его давно решена, но, так скажем, произошла передача торжественная то ли ключи, то ли ленточки, то ли документов американскому посольству. Ну, а мы разговариваем с муниципальным советником от партии социалистов Александром Денцовым. Здравствуй, Александр. Скажи, пожалуйста, о судьбе республиканского стадиона не поздно ли мы говорим? Ведь все уже решено? Или еще есть какие-то надежды, шансы? Надежда умирает последней, а не поздно. На самом деле, вообще судьба республиканского стадиона такой вот, может быть, не очень хороший пример развития спортивного объекта, но, тем не менее, это знаковое место для всех кишиневцев, это значимое место, которое очень много занимались футболом. Я все свое детство, будучи сыном сотрудника уголовного розыска, когда они стояли в охране, и футбольные матчи, и модерн-токинг тогда приезжал, и Пугачева, то есть концерты, которые проводились на республиканском стадионе. На республиканском стадионе мировые рекорды были установлены, мировые рекорды. Чемпионаты мира проходили, итальянские сборные в советское время приезжали. То есть достаточно знаковое место, которое нужно развивать в качестве спортивно-культурного объекта. Но мы знаем, что еще в 2007 году у нас как бы предыстория, да, быстренько тоже перескажем, в 50-х годах был создан, построен республиканский стадион. В 1974-м его реконструировали. Да, значит, в 2007 году тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе его начал сносить, сказали, что республиканский стадион будет строить где-то возле цирка, а здесь будет, напомню, что тогда они предполагали, что будет, какой город. История чуть-чуть другая. Вот я разговаривал с нынешним руководителем. То есть это то, что мы знаем, а оказывается есть еще и... Да, есть еще чуть-чуть другая. Был какой-то конфликт интересов, но вот я разговаривал с, скажем так, ответственными в тот период и за госторую инспекцию, и за генплату. В 2005-2007. В 2005-м... Но Тарлев разъезжал в 2007-м, да. Да, в 2008-м он снес этот... В 2005-м году УЕФА, то есть Европейская организация по футболу, она готова была инвестировать, точно цифру, по-моему, в районе 15 миллионов. Тогда евро уже было, по-моему. Долларов точно, да, тоже не больше. Да, ну, в общем, они готовы были инвестировать в строительство нового стадиона по стандартам FIFA, по футболу. На этом месте или в другом? На этом месте. Единственное условие было размещение 30 тысяч, то есть, чтобы трибуна вмещала 30 тысяч посадочных мест, для чего? Это стандарты международной футбольной организации для проведения международных чемпионатов. То есть, должно быть не менее 30 тысяч зрителей. Это раз. И самый больной вопрос, кто решался, это размещение по стандартам автомобильных парковок, то есть, каким образом сделать. С общественным транспортом проблем нету, с разных сторон есть поддержка. Проблемная парковка была деликатное решение. Оно, конечно, спорное. Недалеко есть у нас Виадук. И вот под мостом было решено сделать большую парковку, причем там абсолютно спокойное место, и сделать большой пешеходный трансон, то есть, проход, это в пятиминутной, реально пятиминутной доступности для посетителей этого республиканского, ну, предполагаемого проекта по строительству стадиона. То есть, в принципе, если бы это было решено. Потом почему-то были, возникли вопросы, и в том числе при вмешательстве бывшего, по-моему, господин Мадырко был тогда главным архитектором города. Долго. Да, они решили почему-то, от этой идеи отказались, хотя в чем вполне хорошая идея, и решили делать это возле цирка. Но возле цирка другие проблемы. Ну, может быть, просто мы тогда знали тоже, как делили тогда гектары, это центр города. Да, возможно, потому что я расскажу сейчас следующее, потому что эта территория в генплане обозначена как зона под гостиницу. А это в какого года у нас? Это 2007 год, когда уже пришел Дарин Киртуака, когда был разработан генеральный план города Кишинева, обновлен генеральный план города Кишинева, и в 2008 году был утвержден градостроительный регламент. И по градостроительному регламенту, ну, вот я покажу зрителям, вот эта территория республиканского стадиона, она обозначена кодификацией по регламенту градостроительному зоной С5. Это что значит? Зона С5, сейчас показываю, вот у нас здесь на фотографии гостиницы Леогрант, бывшая Дадемат. Это зона С5, это коммерческое строительство, гостиничного типа, высотное строительство, то есть предполагалось разместить этот объект. Почему было так решено в 2008 году, когда утверждался градостроительный регламент, я не знаю, то есть и генплан. То есть Дадеман должен был там находиться? Я не знаю, если Дадеман. А, ну какая-то есть, да. Вот эта фотография, это образец предполагаемого здания. Да, это обозначение зоны С5, что на ней может быть размещено. И дальше идет там соответствие площадь застройки, высотная застройка. Она предполагает высотную застройку. Ну, по принципу бывшего Дадемана сейчас это Леогрант. То есть это не Леогрант там должно быть. Это как... Некая гостиница. Да, некая гостиница. Было почему-то отказано. Был конкурс идей под какими-то такими подковерными давлениями, интригами и так далее. Было решено построить стадион возле цирка. Но возле цирка целые другие проблемы. С подъездными путями там проблем нет. Там есть подземные водами там не особая проблема. Там есть речка Холбушико, так называемая. Какая у нас речка называется? Холбушико. Кто знает в Тишине, что у нас есть речка Холбушико? Жители Старой Почты знают. Жители Старой Почты знают. Было подтопление этой речки, если вы помните, где сейчас музыкальная школа, вот эта зона была подтоплена. Благодаря тому, что там мусор был и так далее. После этого сделали нормальное русло. И сейчас все нормально. Но это зона, она яма фактически. Вся зона возле цирка яма. Чуть-чуть дальше, ближе, ниже типографии, где сейчас заправка Вента от середины, там находились ниже бывшие каменоломни. Кстати, одна из первых каменоломий находится возле церкви Константина Ильяна. То есть там даже когда-то старый выход находился. Это не мешало всяком стадиону. Это не такая мощная конструкция, как многоэтажное здание. Там девятиэтажка, шестнадцатиэтажка. Там фудамент совсем другой. И специалисты говорили, что можно было разместить дно. Для этого нужно было выровнять всю поверхность. И мы видели, что возле мячика. Они сначала поставили мячик. Мячик уже до сих пор стоит. До сих пор стоит, да. И начали завозить грунт туда. Потом был в 2008 году разрушен Тарлев помпезно на тракторе, если вы помните. В 2008 году начал сносить республиканский стадион. Потом, когда Дарин Киртуака определил эту землю бывшему муниципальному советнику, бывшему министру транспорта, господин Юрий Топалов, который там федерация, бейсбольная федерация республики Молдова разместил. Для нас это было смешно, потому что мы понимали... У нас бейсбол вообще очень сильно развит в стране. Да, у нас бейсбол очень сильно развит, очень популярен. Мы понимали, что территория консолидируется для коммерческих нужд. Потом ее были в планах продать, насколько мы знаем. Предполагалось там Кауфланд установить. Были об этом серьезные намерения. Ну, отказались от этого, слава богу. Во всяком случае, сейчас это зона С. Это специальная зона под спортивное назначение. И муниципальный совет чуть больше года назад утвердил зональный план вот этой все зоны вокруг цирка. Ну, с правой стороны, ближе к типографии, половина зонок круга цирка, скажем так. Которым эта зона, где сейчас мячик, это зона С. И вот здесь я бы хотел... Ну, а дальше, кстати, должно... Я просто помню этот проект. Там какой-то, ну, я бы сказала, как новый микро-микро райончик такой. Там со школы, с детским садом. Вот я помню этот проект на сайте мэрии было. Его показывали, что могло бы быть. А в Американский стадион или возле цирка? Возле цирка. Что там могло бы быть? Значит, тот зональный план, который был утвержден. Ну, чуть-чуть раньше проводился конкурс. Но проект этот был, правда? Ну, как бы не проект, а, по крайней мере, в сети это было. Был очень красивый проект, который был разработан еще при Советском Союзе. То есть, там мощный генплан. Вот, очень мощный. Я тебе скажу, что там должен был быть мемориальный комплекс вообще-то. Один из... Там мемориально один из вариантов. Мемориально мне показывали спортивный комплекс. А я видела, мемориально у меня есть эти документы. Да, достаточно такое интересное, помпезное сооружение. Причем спортивно. Оно шло по зоне, вот зона, где сейчас находится Кали-Бессарабия, рынок, ну, толчок этот. Там должно было быть, в том числе, стадион предполагали разместить. Потому что там воды близко там построить. Что-то сложно, во всяком случае, по тем временам. Сейчас технологии чуть-чуть получше. И проект был достаточно красивым. То, что мне показывали в Главном управлении архитектуры. Но тот зональный план, который мы утвердили более года назад, он предполагал многоэтажное строительство напротив типографии. Когда мы спускаемся напротив типографии. Потом относительно недавно был продан один из участков. Это рекордная стоимость была. 75 соток было продано за 120 миллионов. Это рекордная сумма. До наступления вот этого кризиса, военных действий и так далее. По которому сейчас цены рухнули, к сожалению. И что это будет там? И вся остальная зона. Это зона спортивно-культурно-развлекательная. А что будет на этом рекордном проданном участке? Жилой комплекс. Жилой комплекс высотностью не более 9 этажей. И он там достаточно гармонистно ложится. Потому что он находится дальше. А вся зона, скажем так, если визуально. Вот мы стоим на проспекте. Ну, бывший проспект молодежи. Сейчас Григорий Вейеру. Вот с левой стороны у нас цирк. Вот чуть-чуть дальше зона линия цирка. Если прочертить от цирка к типографии. То вся зона к дороге, ближе к нам. Она должна была быть спортивно-культурно-назначение. То есть там парк, стадион, легкий небольшой стадион, концертный зал небольшой, открытого типа, озеро, скверы. Что-то похоже на старую почту. Господи, где мы находимся? На скулянке. Вот здесь на скулянке. Скорее всего, да. Что-то вроде такого должно было быть. Дальше что происходило в республиканском стадионе? Дальше что происходило в республиканском стадионе? Ну, мы помним режим Плохотнюка, который был какое-то время. Борьба сначала между Филатом и Плохотнюком и так далее. И так далее. А, конечно, это борьба политическая сопровождалась борьбой экономической и вот этим перепиливанием кусков земли. Правильно? Совершенно верно. Перепиливанием кусков земли и попыткой договориться с внешними партнерами. Как у нас. Очень такое непонятное, емкое слово, под которым можно скрыть что угодно. Это внешние партнеры. Ну, и подкинуть на время, да, как под коверковый угол. Совершенно верно. Вот на наш взгляд, на мой личный взгляд, в 2018 году, 4 октября 2018 года, в парламенте, который тогда контролировал Плохотнюк, большинство, оно приняло закон возмездной передачи территории бывшего республиканского стадиона. То есть, возмездно это за деньги? За деньги, да. Передать американскому посольству. То есть, не объявить тендер, не объявить аукцион. Просто передать именно. И здесь указано, вот именно передать для австралийского офиса посольства Соединенных Штатов Америки. Пункт первый. Был принят такой закон. Дальше, если мы помним события июня 2019 года, когда, наконец-то, два самых крупных посольства, представителей крупных государств, великих держав России и Соединенных Штатов Америки поддержали тогдашнюю оппозицию. Режим Плохотнюка был свергнут. И 8 июня 2019 года парламент голосами депутатов, социалистов, тогда ПАС, и да, приняли декларацию о захваченном государстве. И в этой декларации четко сказано о том, что режим Плохотнюка захватил все государственные институты, и эти институты использовал в том числе в собственных нуждах. Абсолютно понятно, и тогда об этом говорилось в обществе в тот период, потому что фактически это был, давайте, подарок, взятка, что ли, отравленное яблоко Плохотнюка американскому посольству. В виде этой территории. Почему ты так считаешь? А потому что многие действия... Давайте вот... Не только проклятое место, что ли? Нет, ну я имею в виду, очень часто вассальные, скажем так, режимы пытаются предоставить внешним партнерам добиться какой-то поддержки в обмен на что-то. Вот в данном случае что-то, это вот такое яблоко, республиканский стадион, не спросив кишиневцев. То есть никто же кишиневцев не спрашивал, правильно? Никто не проводил референдум, это государственная собственность, никто не определял, а что мы хотим. Никто не провел вообще конкурс идеи, никто не разговаривал, на самом деле, есть ли другие выходы или другая территория для предоставления американской стороне. Мы же не против американской стороны, пожалуйста, если вам необходимо строительство посольства, пожалуйста, строите. Но с точки зрения безопасности, как один из аргументов, республиканский стадион это очень плохая территория, потому что проезд сквозной по кругу, то есть небезопасное место для размещения там посольства. Но тем не менее, все самые существенные преступления против государственных, которые сейчас на устах у всех жителей республики Молдовы, были осуществлены именно в этот период. То есть кражи миллиарда, ландромат, отмывание денег, арест журналистов, подслужки, преследования и так далее. Политические заключенные появились при том режиме, сейчас и сейчас появились, но отдельная тема для разговора. Закон был. Дальше в июне декларация о захвате независимой декларации о захваченном государстве, который был принят голосами ПАС и голосами социалистов. И основываясь на декларации о захваченном государстве, фракция, партия, социалистов, депутаты издают закон в 2020 году. Закон 217 от 3 декабря 2020 года, по которому аннулируется тот закон о возмездной передаче земельного участка под бывшим республиканским стадионе американской стороне. То есть было признано, что в период захваченного государства это неправильное решение. И мы его отменили с целью поиска. Я, насколько знаю, высшим руководством страны в тот период велись переговоры с американцами. Более того, мне не сказали, какие, но мы знаем о том, что было предложено альтернативой. И как американцы отреагировали, сказали? Ну, мы видим, как они отреагировали, они продолжают. Они, если вы помните, сделали сообщение на своей страничке посольства о том, что они возмущены. Они считают это ущербом для двухсторонних отношений. Хотя в чем здесь ущерб? Не было же, то есть мы не забрали их территорию, то есть забрали их частую собственную. Мы просто сказали, ребята, вот эта территория для нас важна, для кишиневцев. Давайте определим вам другую территорию, которая не так важна, которая не так памятна кишиневцам, которая не так знаково для кишиневцев. И не так центрально. Вопрос. Американскому посольству на самом деле нужно расширение или переезд? Потому что у меня будут сразу же вторые вопросы. Я не хочу вдаваться, скажем так, в теории заговора. Я не очень их сторонник, если нет четких доказательств. Потому что в сети огромное. Это вот начиная от строительства каких-то радаров, прослушек и так далее, и так далее. Но тем не менее... Это, конечно, сами могут при помощи экспертов сделать. Было заявлено о маленькой площади административных зданий на улице Матьевич, где сейчас находится американское посольство. И необходимости дополнительных каких-то административных блоков в связи с тем, что у них штат, видимо, расширяется и так далее. Мое было предложение, повторюсь, это мое личное предложение. У нас, если мы смотрим на американское посольство на улице Матьевич, с левой стороны у нас есть частный сектор до Института искусств. Есть закон об экспроприации. Но там есть исторические здания. Нет, понятно. С историческим зданием – это отдельный вопрос с ними решения. То есть, градостроительно это можно решить. Само здание американского посольства, если ошибаюсь, во всяком случае, не знаю, если оно в списке исторических, но выглядит как историческое. Ну, не знаю, оно выглядит как крепость. Да, самое, кстати, такое посольство. Можно было предоставить по этому закону возможность выкупить ту территорию, частные дома. Пусть заплатят чуть-чуть подороже, люди спокойно согласятся и так далее. С правой стороны у нас скандальный участок, который сейчас начинается строить, который предоставили когда-то Олимпийскому комитету. А когда это предоставили? Есть информация, когда это произошло? Я вот точно не помню историю. По-моему, в районе в 2006-2007. То есть, раньше получается. Значительно раньше. Я точную историю этого участка не помню. Знаю, что точно предоставляли его Олимпийскому комитету. Потом каким-то образом были организованы несколько цессий, то есть передачи прав и так далее. Сейчас это оказалась у частной компанией, которая получила городостроительный сертификат, получила разрешение комиссии по историческим памятникам. В Министерстве по культуре была недавно попытка скандала. Но, тем не менее, согласно закону, к сожалению, у них все в порядке. Эту территорию тоже можно было передать американскому посольству. И последний вопрос. Он очень спорный. Но, тем не менее, дальше у нас есть Дом национальности. Архитектурное очень красивое здание, но функционально оно очень никчемное здание. То есть, эффективности у него нет. У них большие коридоры, а полезной площади очень мало. Ну, тогда вот так мощность... Ну, как бы нет, для мероприятий проводили. Это была бывшая, как называлась, дружба называется. Зал дружбы. Нет, нет, это не дворец республики, не путают зала дружбы. Это было общество дружбы. Общество, да, да. Это общество дружбы, в конце концов, можно было построить в виде социально-культурного объекта на территории республиканского стадиона. Бывшее. Там просто огромный зал, дворец. Тут как бы я сторонник все-таки сохраните советский. Это мое личное мнение. У меня вопрос вот другой. Смотри, вот сейчас после того, как действительно строится с американским посольством, после начала строительства вот этого частного дома, как мы говорим, справа от него, если смотреть на американское посольство, получается, повторяется абсолютно та же история, что и с французским консульством. Американская сторона дала согласие. Да? Да. Интересно. Потому что главного управления архитектуры, предвидя, я разговаривал с главным архитектором, предвидя возможный скандал, который все-таки случился, отправили их, хотя абсурдно, но, к примеру, линия исторической зоны центрального района города Кишинева, проходит ровно посередине улицы Матерьевич. Вот идиотизм, но, тем не менее, вот он есть юридически закрепленный. Это Кишинев, детка. Да. В зональном плане центра и нуклеового историка, историческое ядро, так называемого города Кишинева, было предложение расширить эту зону, то есть забрать все армянское кладбище, потому что оно историческое, и расширить это не с середины улицы Матерьевич, а вынести его до Комсомольского озера. То есть все строения... Банально, здание Института искусств бывшего. Совершенно верно, да. Совершенно верно, но, тем не менее, главная пленера архитектуры запросила у бенефицара, у собственника этого участка, запросила согласование, согласно закону защиты по исторических памятникам, согласование с комиссией по историческим памятникам при Министерстве культуры. Это согласование было получено, их отправили еще к американской стороне, запросить согласие американской стороны, которое тоже было получено. Да, но вроде как Ниберой Департамент по международным отношениям не давал разрешение. Насчет этого я не знаю, я насчет американцев спросил. Смотри, но теперь я говорю о том, что история повторяется, то есть те, кто запустили это строительство, они тем самым подложили минус замедленного действия, потому что если французы смогли потребовать переезда и другой территории для своего дипломатического представительства, так как рядом появилась многоэтажка, из которой, как я говорю, мужик в спортивках может сидеть и рассмотреть, что там происходит на территории. С точки зрения безопасности, это действительно нарушение абсолютно, потому что так-то ты не посмотришь. Американская сторона дала согласие, может быть, искадить за это, то есть дали согласие, а потом сказать, что вы знаете, мы должны перейти. Говорить в любом случае теперь о том, что нет, оставайтесь на своей территории, невозможно, потому что появляющееся здание представляет безопасность для дипломатической миссии государства, как у нас там партнера по развитию. Поэтому тут уже отступать некуда, в любом случае куда-то их нужно. Ну, смотрите, юридически, вот я хочу повторить, юридически, повторяя хронологию, то есть в 2018 году Плохотнюк издает закон о совместной передаче, в 2019 году ПАС совместно с социалистами декларация о захваченном государстве, в декабре социалисты аннулируют закон Плохотнюка о передаче этого земельного участка, и наш самый гуманный конституционный суд аннулирует этот закон социалистов, который признал неконституционным этот закон. И сейчас действует закон Плохотнюка от 2018 года, по которому возмездная передача. Матер Георгиевич Форева. Да, Форева, он где-то сейчас сидит и просто улыбается от этой всей ситуации. И вот в среду состояло заседание правительства, по которому было утверждено ратификация соглашения, потом это соглашение должно в парламенте пройти, ратификация соглашения о передаче вот этой территории, наконец-то, по их мнению. Мы считаем это преждевременно, более того, неправильным. Мы это... В первую очередь это партия социалистов раз. Жители Кишинева, мы основываемся на этом, и мы пригласили, вот в среду тоже состоялось за 100 инициативной группы, пригласили кишиневцев, а мы получили... То есть это не наше, вот мне лично нравится республиканский стадион, я вдруг этим стал заниматься. Мы получили тысячи сообщений, все это время получали, люди обращали внимание... Уже был и портал даже отдельный был, собственно... Портал был, гражданские активисты, другие политические... Многие из них остались вообще, вот как-то к вам обращаются или нет? Мы не хотим это превращать в политическое какое-то действие, это как гражданское действие, да, мы как политическая сила организовываем и помогаем присоединять. Нет, только не сами, может быть, но был целый прям портал, вот существовал, существует до сих пор прям. Мы пригласили всех желающих, кого не безразлична эта территория, участвовать в референдуме и в процедуре референдума для того, чтобы определить. И дальше вот мы приходим к такому законодательному казусу, по которому и мы предупреждали и власти, и предыдущие власти, и нынешние власти о том, что они входят в такую казуистику. Вот если вы посмотрите на территорию, это выписка с генплана, рисунок с генплана, если вы посмотрите на территорию, то территория стадиона из красной линии. Если брать территорию внутри красных линий, она является 4 гектара имеет, а территория передается 5,18 гектаров. По закону, вот вы спросите любого кишиневца, который подал документы на приватизацию земельного участка в муниципальный совет и попытаться приватизировать за красными линиями. Раньше это делали за взятки. Красные линии для чего существуют? Они существуют для того, чтобы в планах города расширение улицы. И мы видели, когда-то была еще при Урикяну расширена улица Измаловская, чуть-чуть выше Стефана, и остановились из-за исторического памятника, из-за республиканского стадиона. Кстати, было остановлено, но это до 2007 года. И по генплану улица Панхалипа, Измаловская, Панхалипа, дальше Ханческое шоссе, должно соединиться с мостом на телецентре. То есть должен быть такой трансон шириной 6 полос, 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону, такой проход для того, чтобы въезд и выезд сразу с города, выезд на Кали-Бессараби. Тогда разъезд и чуть-чуть улучшится транспортное движение. Передавать не должны, по закону, не должны передавать территорию 5,18 гектаров. То есть если передавать, то должно быть 4 гектара внутри красных линий, красные линии должны соблюдать. А вот эти 5,18 что еще входит? Ну, в 1 гектар? В 5,18 входит территория по периметру тротуара, то есть до тротуара входит территория. Но на самом деле вот красная линия, вот улица Измаловская, вот красная линия, она, вот этот трансон вот видно, он гораздо шире. То есть нужно отойти от тротуара еще, по-моему, 14-15 метров, если я ошибаюсь, нужно отойти. И мы видим, что общежития, они тоже попадают под эти красные линии. Но, кстати, стадион, который был построен, бассейн государственного университета, который был построен, он был построен в соответствии с красной линией. То есть его утопили чуть глубже. Да-да-да, он купится. Именно поэтому, исходя за эти красные линии, для расширения дороги. И дорогу нужно делать. Кроме того, повторюсь, самое главное, это мнение кишиневцев, что же там делать. И сейчас, если террорийный парламент все-таки утвердит вот этот аккорд, правительство... Есть сомнения в этом? Ну, сомнений нету, к сожалению, но это будет казуистическая такая вот. То есть, кстати, в этом аккорде, вот что очень любопытно, который был утвержден у правительства, они меняют законодательство. То есть, пентру асигурари имплементери аккордулы и легислация национала ауфос оператив модификерили корреспондентари. То есть, они уже поменяли законодательство. И я не удивлюсь, если они еще поменяют законодательство для того, чтобы подстроиться под своих внешних партнеров. Но сейчас, как я уже сказал, это зона С-5. Для того, чтобы изменить зональный план, необходимо изменить код на С. То есть, они в любом американском правительстве, можно что угодно там передавать, но они все равно придут к вам, в муниципальный совет и в мэрию. Смотрите, мы не можем, к сожалению, и правительство не хочет, повлиять на частную собственность. То есть, если государство вдруг решило передать, они делают ошибку. Я думаю, что мы с юристами будем опротестовывать о передаче к какой площади. То есть, мы не можем оспорить само право частной собственности. Это право государства имеет право, если у них соблюдено. Но процедура не 5-18, а 4 гектара должны передать. Раз. Вот эта С-5 зона, она соответствует тому, что будет? Вот смотрите, дальше следующим образом. Есть 835 закон о принципах урбанизма и благоустройства территории, по которым есть компетенция правительства и компетенция медных органов. Правительство отвечает за разработку концепции обустройства всего всей Республики Молдовы, либо отдельных ее регионов. За концепцию развития территории в муниципе Кишинева отвечает муниципальный совет. То есть, местная публичная власть отвечает. В данном случае, в 2008 году, с какого-то перепугу, местная власть решила о том, что это зона С-5 под гостиницу. Коммерческая зона. Если сейчас американское посольство обратится в мэрию, получить градостроительный сертификат на строительство, им откажут. То есть, им могут дать только градостроительный сертификат на строительство гостиниц. То есть, вы здесь временно. Это очень политическое решение. Да. Это абсолютно законное решение. То есть, если будет такой отказ. Такое должно быть с зоной С. С зоной С специально. Ну, зона С, она не разделяется на подкатегории. Что вот в этой зоне вообще бывает? Детские сады, больницы, специальные какие-то объекты безопасности и так далее. В том числе и посольство, они входят в зону С. То есть, по идее, американская сторона, будучи, став собственником, то есть, когда они станут собственником этой территории, должны определиться. Мы американцев, кстати, предупреждаем. И вот мы просили наше руководство связаться с американским посольством и предупредить об этих моментах. То есть, то, что делает наш режим, ПАС, они вводят в блуд, вводят в заблуждение американскую сторону вот этим. В блуд, скорее там обратно. Либо попытаются изменить законодательство, подстроиться под американскую сторону. Они должны сделать зональный план этой зоны, этого участка и изменить его на С. Но зональный план утверждает также муниципальный совет. В 26 августа прошлого года был тендер и был заключен договор, победителем тендера является Кишинев проект, был заключен договор на разработку зонального плана сектора-центра, то есть, историческая зона, которая сейчас находится в разработке. По тендеру срок разработки 15 месяцев, то есть, грубо говоря, еще полтора года, этот зональный план будет разрабатываться. И вот мы, когда мне задают вопрос, насколько наши действия по референдуму легитимны, мы кишиневцы... Наконец мы добрались до референдума. Если на референдуме будет принято решение о том, что жители за том, чтобы сохранить социально-культурное назначение, то мы определим в решениях Совета, определим о том, что эта зона имеет социально-культурное назначение. И что тогда будет? Американцы могут построить социально-культурный объект. Это какой-нибудь дом культуры или парк? Какой-то дом культуры или парк. Мы для этого, для того, чтобы на американскую сторону не вводить заблуждение, мы их сейчас об этом предупреждаем. А с ними уже говорили, они что-то ответили? С ними говорили вопрос? С ними еще не говорили. Мы делали декларацию на эту тему. Вот мы продаем, смотрите. Да, могут по гамму посмотреть. Наши депутаты руководства партии, мы рекомендовали им провести встречу с посольством. Все-таки внешний партнер, который оказывает в том числе и помощь Республике Молдову. О других моментах сейчас не буду говорить. Но тем не менее, надо предупредить эту сторону. Им никто не сказал о том, что путь достаточно длинный. С момента получения этой территории минимум два года необходимо, еще полтора года, для того, чтобы получить сертификат на проектирование того, что они хотят. Для того, чтобы это было по закону. Если они хотят идти по беспределу или прогнуть эту власть, для того, чтобы она поменяла все законы под это. Это чуть другая ситуация. Мы должны определить, мы партнеры, либо мы вассалы. Тогда таким образом получается, если будет меняться общее законодательство, то вакханалия начнется во всем. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, либо у нас одинаковый демократический принцип законодательный под всем референдум. Это нет более демократической процедуры, определение воли жителей города или населения в целом. Кроме как референдума... А напомни, пожалуйста, в Кишиневе хоть раз референдум проходил? Референдум не проходил. Сама процедура о референдуме законодательно немножко такая достаточно сложная. Но вообще эта возможность существует? Конечно, возможность существует. Она дорогостоящая возможность, потому что необходимо оплатить избирательные комиссии, необходимо создать эти избирательные комиссии. А сейчас в Кишиневе есть эти деньги. Вас обязательно будут обвинять в том, что тут и так тяжело в стране, а вы еще деньги государственные референдумы... Нас, скорее всего, будут обвинять, но давайте так, в Швейцарии и в других государствах, понятно, что они более богаты, они чуть ли не каждый день, каждую неделю у них референдумы по разному поводу. Мы считаем это в том числе и прецедентом, первым прецедентом для того, что мы выявляем мнение кишиневца. То есть у нас есть спорный вопрос, кто-то говорит, да пофигу на эту территорию, кто-то говорит, ну как возможно, нельзя такого делать. А какой посыл вообще? Потому что людям объяснить, ну вот у нас ушло 30 минут, мы еще 10 минут поговорим о том, как будет проходить референдум. У нас ушло 30 минут на то, чтобы я поняла, чем отличается зона С5 от С. Как вы в этом вопросе стремлюете людям? В референдуме, если вы помните, когда была, кстати, была попытка референдума подставки Киртуакой. Будет задан вопрос в бланке, по которому человек отвечает да, нет. Согласны ли вы с тем, чтобы данная территория имела социально-культурное назначение или спортивно-культурное назначение? И человек говорит, да, согласен. То есть да или нет, нет, не согласен. Кто-то скажет, что социально-культурное посольство тоже. Согласно законодательству, спортивно-культурное, то есть это не посольство. Хорошо. Что для этого? Во-первых, есть ли оценка, сколько будет стоить этот референдум? Есть ли понятие? Не знаю, сколько стоит. Избирательная комиссия обязана изыскать средства. Это не из бюджета Кишинева, а избирательная комиссия. Для этого и есть процедура референдума. Это демократическая процедура. И американское посольство, как представитель самого демократического по их декларациям, заявлениям государства в мире, должна прислушаться к этой процедуре, на мой взгляд. Вопрос. Решение о проведении референдума принимается только на уровне муниципи или правительство может в это вмешаться? Или может ЦИК вам отказать? ЦИК может отказать. Правительство не может вмешаться. Не повезло нам. Демократически. Мы же надеемся, что этот режим остался хоть что-то демократическое в этом режиме. Все, кто принимает закон Плохотнюка, ждать от них что-нибудь. Мы проходим согласно законодательству. Согласно законодательству. Что мы делаем? Первое. Собирается инициативная группа, которая решает, что нам важна эта территория. Мы решаем провести референдум. Для того, чтобы провести референдум, необходимо создать инициативную группу. К сожалению, запутанная, вернее, не запутанная, длинная цепочка законодательная. Для того, чтобы провести референдум, мы должны собрать 10% от подписей, от количества зарегистрированных, от людей, имеющих право голоса на данной территории. Это приблизительно 64 тысячи человек. Собрать надо больше, потому что ЦИК зарубит обязательно, отсеет что-то. То есть, надо собрать 80-90-100 тысяч подписей кишиневцев. А это всего муниципе или только города Кишинева? Муниципе. Яшкин. Ой, извините. Да. Зарегистрирована инициативная группа. Она регистрируется в Центральной избирательной комиссии. То есть, определенный вопрос. Нам дают время на сбор подписей. То есть, это, как правило, от месяца до двух месяцев. Вы в течение двух месяцев должны предоставить это количество подписей, которые будут признаны действительными. Не менее 10% от количества избирателей с правом голоса. После того, как будут предоставлены эти подписи, ЦИК должна назначить дату референдума. Да. Если у нас ЦИК, как при временах Плохотнюка, является захваченным институтом, они будут по политическим мотивам принимать решения. Если оно исходит из законодательства Республики Молдова, и будут предоставлены все подписи, и будут выполнены все процедуры, а мы постараемся, у нас есть юристы, которые за этим следят, чтобы была полностью вся законодательно предусмотрена процедура, то будет принято решение о назначении даты референдума. Дальше люди приходят на участок и голосуют, ставят галочку. Ну да, за против. Да, за против. Сколько нужно там, какой там? Законодательно, если я не ошибаюсь, должны прийти, для того, чтобы референдум состоялся, одна треть количества зарегистрированных избирателей, и проголосовать должно просто большинство. Пришедшие, да. За вопрос, то есть если он будет. Да, да, да. И далее какая процедура? Далее уже вы поняли совет? Далее в зональном плане, который будет. А это муниципальный совет принимает решение по зональному плану или нет? Это муниципальный совет принимает решение. В любом случае обязаны учесть эту процедуру. И при зональном плане, который сейчас разрабатывается Кишиневым проектом, одна из процедур разработки генплана или зонального плана – это опрос населения. То есть демографические данные и в том числе опрос населения. Вот мы фактически четко заявляем разработчику зонального плана о том, что население Кишинева, муниципия, за размещение именно такого назначения этого участка. А не рационально ли это проводить только ради одного вопроса референдума? Может, там еще какие-то вопросы подождать? К сожалению, есть решение. Мы задавали вопрос, потому что у нас, по-моему, штук 5 или 6 важных вопросов. Например, какие еще? У нас по определению некоторых территорий, по, к примеру, есть большая проблема с той же улицей, в том же разработке зонального плана сектора центра с улицей Кантемира. А, да, там же раньше это было. Если ее делать согласно генплану, то страдает 28 исторических памятников, но можно сделать ее чуть меньше, тогда, по-моему, пострадает то ли 2, то ли 3 памятника. По данным Кишинева проекта. И вот в некоторых случаях есть еще некоторые определения. Нам сложно принять решение о размещении крупных сумм на какие-то крупные инвестиционные проекты. Для этого мы должны отказаться от мелких благоустройств, скажем так. К примеру, нам нужно строить развязки. Но развязки – это колоссальная нагрузка на бюджет. Просто неимоверная нагрузка. А у нас для этого внешние партнеры по развитию, которые могли бы, но не могут. Лучше оружие закупать. Что дальше? Что делать? Как будут развиваться события? Какой срок вы вообще себе ставите? Есть ли какое-то понимание, когда это может произойти? Мы рекомендовали. Я не могу принимать решение за руководство партии. Все-таки встретиться с внешними партнерами, чтобы они прислушались к голосам. А почему только партия должна делать? Почему не может это сделать мэрия? Нет, может сделать мэрия. Может сделать муниципальный совет. Могут граждане прийти к американскому. То есть привлекая партия, все равно политизируете таким образом. Да, мы не очень хотели бы политизировать. Мы считаем это как гражданское выявление. Поэтому, может быть, лучше, чтобы инициативная группа, либо мэрия. Смотрите, мы до сих пор, потому что многие задают вопрос, а почему сейчас? Ну, во-первых, у нас долгое время был период пандемии, просто не могли это делать. И время у нас было несколько, да, чрезвычайное положение было. Кроме того, вот подходит решение этого вопроса. То есть откладывать больше, с одной стороны, откладывать больше этот вопрос нельзя. С другой стороны, до сих пор этого тоже не совсем можно было сделать, скажем так. Потому что в период, когда был предыдущий президент, этот вопрос не был решен. И были переговоры и так далее, и так далее. Как я понял. Вот они сейчас решили продолжить дело Плохотнюка. Вопросов несколько. Во-первых, все-таки несколько вопросов нельзя включить в референтум, да? Я так понимаю. Есть решение Конституционного сада, по которому включен только один вопрос. И второй вопрос. Почему именно республиканский стадион? Почему раньше не поднимались эти вопросы по поводу других объектов? А вот в том-то и дело, что логики нет в этом. Почему республиканский стадион? То есть почему они именно там решили? Вообще нет логики. Нет, 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 я о другом. Я о том, почему именно эта территория, вот стало таким прямо именно американское посольство. Есть масса других вопросов, по которым госсобственности, передачи, ну, я не знаю, там, дворец профсоюзов, он, правда, профсоюзом, тем не менее, передавался. Есть масса объектов, которые точно так же передавало государство в собственность. Но никогда никто... Лен, я об этом и говорю. То есть логика, почему именно это место, абсолютно непонятно. Забить самое центральное место в Кишиневе, показать о том, что я здесь боярин. Почему вас интересует только республиканский стадион? А нас не рисуют только республиканские. К другим объектам их море, которое точно так же было передано. Вопрос в том, что в большом количестве обращений жителей Кишинева... То есть те люди... Ко мне лично на прием приходил человек, который в какой-то сборной по футболу... У него сердце болит. Он говорит, как же так? То есть когда вы сделаете? Сколько лет это будет запущена территория? С 2008-го, с 2009-го, с 2010-го у нас там АЕ-1, АЕ-2, АЕ-3, сколько их там было и так далее. Не было возможности. Не до того тогда было. Сейчас вдруг передали территорию. Мы надеялись о том, что будет развиваться территория. Именно таким образом. Но сейчас очень актуализировался этот вопрос. То есть чрезвычайно острая тема. И люди обращаются к нам. Ребята, давайте что-то делать. Я поняла. Просто это достаточно громкая тема. И могут ли в принципе стать референдумом... Как в той же Швейцарии. Мы же хотим быть Европейским Союзом. Европа. Вот стать такой же практикой, как... Мы хотели бы, и уже, скажем так, генеральный примар муниципия, ну скажем так, пытается внедрить что-то вроде того. Он сейчас, оно в виде такого электронного опросника, ну условно говоря. То есть, что происходит? То есть, примары пригородов очень часто запрашивают в муниципальном бюджете денежные средства на какие-то объекты, которые вот я так посчитал. Или он там на них может пиариться, или там не что-то делать. И мы в некоторых случаях, ну, мы фракция социалистов... Возникает сомнение, да? Мы фракция социалистов поддерживаем в том числе и развитие пригородов. Да. Хотя здесь политически такой очень сложный вопрос, скажем так. А, причем, если политически, на самом деле, столько, сколько сделано для пригородов, не делалось раньше. Совершенно верно. Пригороды нас не поддерживают, но мы понимаем, что хотя это не наши электора, там люди. Там живут люди. Мы им все равно помогаем, все равно стараемся. Вы же помогаете не из-за того, что за вас голосуют. Совершенно верно. Там люди, жители Кишинева, муниципи Кишинева, город еще и другое. И вопрос возникает, несколько вопросов возникло, причем достаточно острый, когда люди приходили, говорят, вот зачем он это делает? Вот, примар, мы выделили деньги, мы же не знаем, на что он запрашивает. То есть, запросили на нек... Они иногда предоставляют проекты, под что конкретно, иногда просто идет запрашивание суммы. То есть, я так понимаю, что сейчас, как некое электронное голосование... Совершенно верно. Генеральный примар сделал следующим образом. Минуя местную публичную власть. Ну, здесь вопрос не в том, чтобы убрать примара. Дело в том, чтобы выявить, а вам, жителям пригорода, Дурлешт, Ставчин, Сынджир, Бачуя, Бабуешь, т.д. Что вы действительно хотите? Потому что это совсем другое. То, что думает чиновник, и то, что думают жители, это часто разные вещи. Да, у нас мало времени совсем осталось, точнее, оно вышло. Да, что? Мы хотели бы внедрить постоянный механизм, здесь необходимо. Либо это будет в виде рекомендательного характера, тогда это будет, может быть, попроще процедуру сделать, не используя весь законодательную процедуру. Либо надо будет менять законодательство, для того, чтобы местные референдумы были значительно проще. Ну, что касается благоустройства, к примеру. То есть, это такое, лиханое начало, то есть, это большое, первое, огромное... Совершенно верно. Это в том числе проработать этот механизм для того, чтобы в будущем могли определять мнение Кишневцев. Да, в конце концов, иногда хочется даже поучаствовать в вопросе, какого цвета должны быть троллейбусы. Тоже имеем право. Хорошая тема. Я, поверьте, многие девочки в этом городе скажут, розовые. Розовые. И почему бы нет? У тебя дочери, у меня дочери, это точно какие. Да, у меня точно розовые захотел. Спасибо большое за эту беседу. Удачи. И, на самом деле, приятно, что мнение горожан и не только жителей муниципи может хоть как-то повлиять не только на выборах, но и на... Вам спасибо большое за передачу. Я приглашаю всех кишневцев присоединиться. И мы постараемся для кишневцев часто, почаще определять воле из влияния, что же жители хотят в этом городе. Мы проводим встречи во дворах, проводим приемы часы, мы получаем фидбэк, так называемую, то есть обратную связь. У нас она есть регулярно, но это нужно делать в таком массовом масштабе для того, чтобы четко было понятна демократическая процедура. Спасибо за беседу. Спасибо. Расскажу вам историю своего личного сопротивления пионерами. Я стала в 1984 году. Так что мое пионерское детство совпало с закатом движения. Хотя я успела поучаствовать в Зорнице, быть избранной председателем совета, отряда и членом совета школьной дружины. Мне нравилась возможность участвовать в обсуждении жизни школы, самоуправления. Это было воспитание ответственностью. Перестройку моя семья, как многие другие, в Советском Союзе восприняла и приняла с энтузиазмом. Но когда все начали снимать пионерские галстуки, я это не сделала. Потому что не понимаю и не принимаю давление власти. Предполагаю, что примерно то же самое произойдет с запретом георгиевской ленты. Увидим через две недели, 9 мая. А пока я обратилась к самому сведущему в военной историографии человеку в Молдове. По моему мнению, Алексею Петровичу. Он мне рассказал историю георгиевской, ну или там, гвардейской ленты. Слушаем. Алексей, все-таки гвардейская или георгиевская ленточка? Как правильно говорить? Желтая или оранжевая? Если мы говорим о наградах до 1917 года, вот образцы. Это оригинальные награды Первой мировой войны. То эта лента, это лента знака отличия ордена Святого Георгия. Соответственно, георгиевская лента. Если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то мы говорим гвардейская лента, либо лента ордена славы, либо медали за победу над Германией. Вот я кладу их вместе и прошу вас найти 10 отличий. Ну хотя бы 2, да. Да. Ну имеется в виду, что, понимаете, что ленты как бы от времени, они конечно повыгорали, как бы, да, то есть они... Но тем не менее, ни одной из них желтой я не вижу. Да. Да, если есть что-то... Желтый цвет использовался, именно где был прописан желтый цвет, использовался до того, как был введен знак отличия ордена Святого Георгия. То есть для солдат и матросов, то есть для нижних чинов. Сейчас мы говорим о ленте в годы Великой Отечественной войны гвардейская лента, потому что в 1941 году, в 1942 году была создана Советская гвардия. И отличительным знаком, к примеру, морской гвардии, да, был вот такой вот, вот такой вот знак. То есть прямоугольник с гвардейской лентой, то есть двух цветов. Если мы возьмем, вот я специально подобрал эту литературу, да. А можно вообще начать вот действительно с Георгиевской? Почему, кому, во-первых, кому и за что именно вот эти ордена, это медали? Это знаки отличия. То есть они считаются как бы, да, это орден, а это медаль. Да. Значит, вручались непосредственно за подвиг на поле боя. Это единственная награда была в Российской империи, которая не могла даваться за выслугу лет, а могла вручаться только на поле боя. Сам орден вручался непосредственно офицерам, то есть генералам различного рода. Орден как у нас называется? Орден Святого Георгия. Да. А в начале 1807 году... В 1807? Да, в 1807 году был учрежден знак отличия для нижних чинов. То есть для тех, кто решает судьбу боя, собственно говоря, на непосредственную битву. Для солдат, которые эту победу добывают. И вот для них были введены вот такие вот так называемые солдатские кресты. Георгиевские кресты. Да. К ним же потом впоследствии была введена и уже при Николае II была введена и медаль. Вот она тоже здесь представлена. Если говорить о преемственности армии, советская армия, ну красная армия, затем советская армия и российская царская армия. Насколько много, вот помимо Георгиевской, Гвардейской лент, еще элементов, символов перешло из одной наградной системы в другую? Есть ли еще примеры? Орден Александра Невского, который был в Российской империи, который был воссоздан во времена Великой Отечественной войны и который после распада Советского Союза был воссоздан в Российской Федерации. На сегодняшний день, больше, по-моему, примеров я сейчас вам не готов сказать. Вот, пожалуй, по-моему, все. Что касается современной системы наградной российской, то там, конечно, там больше. Там и отвага осталась, медаль за отвагу осталась, медаль за боевые заслуги осталась, медаль Жукова. Герои тоже есть только, да, в России с генерацией. Вопрос по, почему Георгиевская лента перешла, вот что в ней такого символичного? Потому что мы знаем, что там кавалер Георгиевского креста или Георгиевский крест, это был, ну, как высший знак отличия. То есть вот это был, точно все знали, что герой первой мировой, что это действительно человек отваги, необычайной просто. Почему именно это, это отличие, вот эти цвета, эта лента перешла затем в советскую систему? Есть какое-то понимание, это действительно просто было так важно, вот эта преемственность? Когда создавался Советский Союз, когда к власти пришли большевики, вы помните, они сначала отказались полностью от всего. До основания, да, да, да. И пострадали тогда и памятники, и Суворову, и Кутузову, и тому же Скобелеву. Извините меня, прямо скажу, что была практически уничтожена могила князя Багратиона на Бородинском поле. Но когда наступило настоящее испытание, испытание, которое, в общем-то, поставило под вопрос само существование России, само существование Советского Союза и народов, входивших в Советский Союз, тогда Верховное руководство Советского Союза пришло ко мнению, что необходимо все-таки людям, нельзя лишать их опоры. Надо вернуться к былым традициям, к славным традициям боевого прошлого. И мы впервые слышим в речи Верховного главнокомандующего Сталина, слышим призывы к возврату, к образу предков в речи 7 ноября 1941 года. И даже есть обращение братья и сестры. Да. Братья и сестры, это было обращение 3 июля, сразу после начала войны. Это кричайший, потому что это фактически, ну, я бы сказал, это больше церковный язык. Церковное обращение, да. А 7 ноября мы слышим от Сталина слова «Пусть вдохновляет вас в этой войне образ ваших великих предков». И он перечисляет Пожарского, Минина, Суворова, Кутузова, Невского, Нахимова, Ушакова, Богдана Хмельницкого. Все эти герои, все эти полководцы были в 1942 году возвращены в пантеон славы советской наградной системы. И тогда же у нас появляются ордена Невского, ордена Суворова, Кутузова. И тогда же появляются, это все эти ордена предусматривались для офицеров, и тогда же у нас появляется солдатский орден славы. Ну, как похоже, да, на самом деле, просто вместо креста звезда. Да. То есть вы правильно рассказали о том, что когда вот человек шел с Георгиевским крестом, это было всем известно, что это идет герой, настоящий герой, который получил этот орден на поле брани. Орден славы – это высшая солдатская награда, которая вручалась только солдатам и сержантам непосредственно за подвиг на поле боя. У Георгиевского креста было 4 степени, у ордена славы 3 степени. И именно тогда была возвращена вот эта вот лента, которая символизирует и в идее разработчиков, авторов Георгиевского креста, и в идее разработчиков ордена славы символизирует порох и славу. То есть порох на полях сражений, дым полей сражений и вечную славу, которую завоевывают... То есть что у нас, какого цвета это порох? Порох черный? Ну, имеется в виду дымы пожарищей, снарядов. А, тогда оранжевый, да. Я просто пытаюсь не разгадать. Я человек не военный. Да, соответственно, полный Георгиевский кавалер, он, будучи даже солдатом, он имел очень высокие привилегии. То есть и вообще Георгиевский кавалер, и это были люди, которых особо посчитали в армии, они пользовались определенными привилегиями. То же самое было и по отношению к кавалерам ордена славы. То есть трижды кавалер ордена славы, полные кавалеры ордена славы приравнивались к герою Советского Союза. То есть впоследствии после войны. В том числе и наши соотечественники. Есть несколько человек, которые были удостоены трех степеней ордена славы. И еще один момент, о котором я не могу не упомянуть. Обязательно хотел об этом рассказать. Ордена славы заслужили не все. Но все, кто побывал на Великой Отечественной войне, все, кто с нее вернулся, все, кто находился в действующей армии и держал в руках оружие, по окончании войны был удостоен самой многочисленной награды Великой Отечественной войны. Медали «За победу над Германией», на которой изображен профиль верховного главнокомандующего Сталина. Нанесена надпись «Наше дело правое, мы победили». Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». То есть фактически все выжившие, дошедшие, да, потому что я думаю, что пленным вряд ли или... Все, кто дожил до 9 мая и находился и прошел войну, все были удостоены этой медали. Те, кто трудился в тылу, были удостоены награды за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Там другая лента. Но самая многочисленная награда вообще в наградной системе Советского Союза – это медаль «За победу над Германией». Так вот все ветераны, которые прошли войну и остались живы, ее получили, эту награду. Впоследствии еще один отличительный знак, который тоже можно наблюдать на мундирах, на пиджаках наших ветеранов – это орден Отечественной войны. Вот он на открытых, вот он, да, очень известное изображение, да. Орден тоже разработанный в годы Великой Отечественной войны. К 40-летию победы этим орденом были награждены все, кто дожил к этому юбилею. То есть были споры по этому поводу, потому что награда была боевая, получить ее на фронте было довольно сложно. Но в 85-м году решили эту награду свести до уровня нагрудного знака. И каждый, кто дожил до 85-го года, ветеран, солдат, имел на груди вот такой орден, вот такую медаль. Для чего это было сделано? Люди уходили на фронт, большинство населения деревенское. А в деревне как? Ну, как можно выбиться в люди, как можно, как показать? Я ушел на фронт. И вернулся. Да, и вернулся без единой медали. Нашивки за ранение. Ну, пришел весь поштопанный, перешитый, побитый. А ты на фронте-то что делал? Хоть медаль хоть одну заслужил? Это же как бы ведется у нас еще с давних пор, наши предки воевали еще, еще вот с этих пор воевали, еще дальше от этого, да. Как говорил Василий Теркин, не глядишь, что на груди, а глядишь, что впереди. И когда человек возвращался домой с войны, а ты хоть немца-то одного убил, и для того, чтобы обозначить тех, кто воевал, он должен был вернуться хотя бы с одной медалью. Хотя бы с одной медалью, чтобы было видно, что он был на войне. И вот для этого была учреждена эта медаль. Идем дальше. Последней перед... Эта награда считается тоже боевой. Да. Боевая награда. Последней наградой за взятый город, за взятие Берлина, 2 мая 1945 года. И мы здесь видим какую ленту? Гвардейскую. Эту же самую ленту мы здесь видим. А все-таки тогда говорили гвардейская или георгиевская? Тогда говорили гвардейская. И обозначали ее как гвардейская. И, ну вот опять же, я специально подобрал здесь несколько источников, да. Лента славы. Еще одно название. Лента славы. Вот здесь, в частности, в этой... Хорошее название. Да. То есть, ну, пожалуйста. Пороховым дымом окутаны дороги солдат, опалены огнем славные солдатские знамена. Потому и лента, на которой носят солдатский орден славы, под цвет пороха и пламени. Порох и пламя. Порох и пламя, да. Тогда понятно. Черный и оранжевый. Я понимаю, что есть, кроме времен Великой Отечественной войны, есть еще послевоенные, правда? Это... Впоследствии этот символ перекочевал, безусловно, в все, что было связано с Великой Отечественной войной. Перекочевал в послевоенные награды. Вот мы смотрим, к примеру... Да, 40-летие победы в Великой Отечественной войне. Вот она, лента. Вот мы смотрим юбилей победы, 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Хорошо. Награды, которые были... Вот, к примеру, медаль Жукова. Угу. Да? Тоже? А она за что вручалась? Она вручалась тоже всем участникам Великой Отечественной войны к юбилею... В 19-е что-то годы. ...маршала Победы Георгия Жукова. Понимаю. На сегодняшний день эта награда вручается в Российской Федерации. Она несколько изменила статус. Первоначально она вручалась всем ветеранам, сейчас она вручается и военнослужащим. В том числе не только в Советском Союзе. Это уже вручалось в России. Это уже в российской наградной системе эта медаль сегодняшняя. Вот так выглядит. На Украине была учреждена медаль защитника Украины. Ну и голубой цвет, да? Вот мы видим здесь цвета украинского флага. Вот он, синий цвет. Вот она, желтая каемка. И главным центральным символом является гвардейская лента. Защитник Украины. Помимо того, что после войны ветераны носили награды, боевые награды, юбилейные награды. После войны учреждали каждое воинское соединение, учреждало свой ветеранский клуб. То есть ветеран 65-й стрелковой дивизии, ветеран 8-й гвардейской армии, ветеран 5-й ударной армии. Для каждого из них вот эти ветеранские клубы разрабатывали нагрудные знаки. Отличалось, что вот они собирались, ветераны. И вот несколько таких знаков мы тоже представились. Вот здесь мы говорим про ветеран войны, 6-я гвардейская танковая армия. А вот все-таки почему выбор именно этой ленты? Она, ну вот само название гвардейская, да? Насколько я помню, это какой-то вообще некий такой высокий очень статус для гвардеец. Ну, гвардия это всегда отборные войска. Это всегда войска обученные. Это всегда войска, которым поручались самые сложные задачи. Это войска, которые всегда были впереди. Я скажу, наверное, в советские времена, вот когда я была ребенком, подростком, такое же отношение было к десантным войскам. Вот, наверное. Вот как это... Практически на сегодняшний день, по крайней мере, в той же Российской Федерации, все десантные войска, все, они являются гвардейскими. Ну вот, вот и объяснили, да, твои приемники. И в этой связи, но еще раз повторюсь, связь между орденом дореволюционным и орденом уже... Ну, прямая, здесь просто посмотрели, действительно аналоги, потому что вместо креста звезда. Да, то есть это очевидные виды, потому что это награда, заслуженная на поле боя. Да, есть медаль, есть, допустим, орден Красной Звезды, к примеру, есть, да? Человек мог получить его и за поимку бандитов в тылу, за выслугу лет мог получить его, да? А вот орден славы он мог получить только на фронте, да? Орден Святого Георгия солдат в тылу получить не мог. Он мог получить только на поле боя. И именно поэтому было десятки орденов в Российской империи, но взяли за основу именно эту ленту. И разговоры о том, что эта лента не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне. Эта лента появилась в 2005-2008, не знаю еще в каком году, никогда никто ее не носил. А может, вы не обращали просто внимания? Может, вы не обращали внимания вот на такие вот ордена, вы не обращали внимания? Может, вы не обращали внимания вот на эти знаки, где эта лента присутствовала? Да, элементарно. А открытки, которые вон из детства, вон можно посмотреть. Какой ты? 1972-й год. На тебя ни меня не было еще даже в планах. Вот, 1985-й. Тут вот куда ни... И в этой связи, конечно, эту дезинформацию запускают люди либо невнимательные, либо люди, которые намерены историю искажают. Намерены, может. То есть, надо просто всмотреться. Я в одной из публикаций публиковал военно-исторические объекты на территории нашей страны. Памятники на братских могилах советских воинов, памятники односельчанам, где используется символ гвардейская лента. Их десятки. Десятки. Объясню свое мнение, почему эта лента появилась, как широко стала распространяться в 2005 году. История уходит. Уходят из жизни участники той войны. И возникла идея отыскать какой-то объединяющий символ, который объединил бы всех. Серп и молот. В некоторых странах он уже был к тому времени запрещен. Уже к тому времени он был запрещен. В некоторых странах бывшего Советского Союза он был уже к тому времени запрещен. Тюльпанчики тоже рисуют. Но с тюльпанчиками можно на любой другой. На 1 мая можно сказать. В этой связи широко использовать орден Отечественной войны или знак серпа и молота не решились. Орден Победы получили всего несколько полководцев. Да, он действительно тоже символизирует победу в Великой Отечественной войне. Но кто может, чтобы его носить? И вот символом, именно символом победы была выбрана именно вот эта гвардейская лента, которая вот этого славобудия георгиевская, гвардейская. Я еще раз возьму, еще раз положу это на руку, чтобы было просто понятно. Здесь, вот здесь есть отличие. Вот здесь. А вот здесь отличия никакого нет. Считать, что это промежуточный этап между вот этим и современностью. Вот. И в этой связи был выбран именно этот символ. Символ воинской славы, воинской доблести, который продолжили везде изображать, который стал, стали изготавливать ленты, которые никто, людей не обязывал эти ленты носить. То есть их раздавали добровольно. Люди добровольно для себя решали эту ленту, хранить ее в машине, повязать ее на антенну, приколоть ее на грудь. Безусловно... Были, да, и переборы с собачками. Безусловно, были переборы. Лично мое мнение, что, безусловно, эту ленту необходимо использовать исключительно в мероприятиях, касающихся увековечения памяти, исключительно уважительно к ней относиться, не вязать ее на какие-то предметы, значит, там, на антенну, когда люди вяжут ее. Я, например, против этого, потому что машина ездит по... Грязная. Она становится грязная, да. А потом, собственно, что ты потом с этой лентой делаешь? Когда она превращается в этот вот веник, и ты потом что, снимаешь и выбрасываешь? То есть как бы это неправильно. Но это символ, это, безусловно, символ победы. Ну и неотъемлемый, судя по всему. Для тебя действительно принципиально, как она называется сейчас? Нет. Потому что сути дела это не меняет. Я вообще предлагаю ее просто называть действительно лентой славы. И нет споров. Тем более, это вариант, который... Да, тем более, я же говорю еще раз, что вот они рядом лежат, и они символизируют славу... Преемственность. Преемственность и воинскую славу. Воинскую добрость, воинскую славу. Поэтому словоблудие о том, что лента гвардейская, георгиевская, называйте правильное и прочее, суть дела от этого не меняется. Лента имела отношение и имеет отношение к подвигам на поле боя. Лента имеет отношение к победе над Наполеоном, который хотел захватить весь мир. Лента имеет отношение к победе и к войне Первой мировой. Ну ты же видишь, из истории пытаются вычленить только Великую Отечественную. Только. Никто не говорит о том, что любой рожатный подвиг, это все равно как бы ты потомок тех, кто до этого одерживал какие-то победы. Ну и мы об этой приемственности говорим. Мы говорим о возвращенных в самый разгар войны, мы говорим о возвращенных полководцах, мы говорим о возвращенных погонах, мы говорим о возвращенных воинских званиях, которые были возвращены дореволюционных. И то, что советскому руководству понадобилось дойти до границ Москвы и Сталинграда, чтобы осознать, что нельзя отказаться от многолетней, многовековой истории, перейти через колоссальные испытания, отказаться от религии, а потом про нее вспомнить. И на фронте сражались авиационные эскадрильи Александр Невский, танковая колонна Дмитрия Донской и множество военной техники, построенные на средства церкви, православной, русской православной церкви. Это показатель того, что именно такие тяжелые испытания заставили страну всколыхнуться и вспомнить о том, что мы не появились в 21-м году, в 22-м году, в 17-м. Мы живем гораздо дольше. И перед нами стоят наши великие предки, которых мы не имеем права забывать. Спасибо огромное, Алексей, за разъяснительную беседу. Думаю, она будет гораздо более показательной, наглядной, нежели все эти посты в Фейсбуке. И спасибо вам за вашу работу. Да, спасибо. Это все, что успел рассказать сегодня. Встретимся через неделю здесь, на НТВ Молдова.